Сука, это с какого-то этого, скажи, бля. У кого-то были же такие углы. Почему все-таки ты вернулся обратно в Барнаул? Для тебя проект «Темп» он же более высокий, чем проект «Динамо». Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол оттожизни» и это очередной выпуск про «Дикпиналь». Сегодня у меня в гостях Руслан Леонов. Руслан, привет! Руслан Леонов – защитник футбольного клуба «Темп». В 2010 году перешел в «Динамо Барнаул». В 2012 году перешел в футбольную академию «Мастер Сатурн». И с 2020 года выступает за футбольный клуб «Темп». Сейчас мы проведем серию пенальти и уже посмотрим, получится ли мне позадать Русу вопрос или нет. Поехали. Первый вопрос. Ты играл в составе Барнаульского «Динамо». Потом приехал в Московскую область и играл в академии «Мастер Сатурн». Почему все-таки ты вернулся обратно в Барнаул и что не получилось вот в Москве? Да блин, много факторов. Первое, наверное, то, что в тот момент, когда из детского футбола уже, так скажем, когда академия уже приводила профессионалов, он не подошел, там были люди посильнее. Вот поэтому пришлось, были варианты там остаться, но, как говорится, первый раз мама послушала и вернулась. Вот, поэтому сюда уже тоже здесь, здесь звали, контракт давали. Но когда по итогу я через полгода сюда приехал, здесь у меня нет тренера, который звал, не контракт, ничего не было. Ну и все. Так по накатанной молодежке, как говорится, финансы болят романцы. Все. Так здесь и оказался. Второй вопрос. Сейчас ты выступаешь за команду Temp. Сейчас будут у них сборы. Вот что произойдет, если все-таки тебе предложат Динамо вернуться в инвестителю? Да ничего не произойдет. Ты согласишься? Даже если будут условия? Ну, смотря какие условия. Опять же, те условия, которые я могу потребовать, они все процедуруют. Понятное дело, уходить туда за какие-то непонятные там 20 тысяч, ну, смысл, я здесь больше получаю. Для меня это невыгодные условия, поэтому туда нет пока что. Дальше все может быть, как говорится. Не говори о, пока не перепрыгнешь. Для тебя проект Temp, он же более перспективный, чем я, что ли, проект Тинамо? Да, конечно, даже просто посмотреть тот же край, который мы играли. Намного был освещаемый, чем, не знаю, та же вторая лига Тинамо. По крайней мере, по мне. Поэтому и интересы, атмосфера команды, и то, что я здесь работаю с детьми. Это все вытекающе. Охота, чтобы дети приходили и смотрели, как тренера играют, а кто-то другие. Как у нас раньше было, когда мы были там малышами в Динамо. Для нас было прийти на главную команду, посмотреть это просто космос. А сейчас немножко не такое, как сказать, ощущение. Третий вопрос, стал он уже таким прям традиционным. Расскажи зашкварную историю, которая была у тебя в жизни. Сука, это с какого-то этого, скажи, блядь. У кого-то были же такие. Рекланы. Да, 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 взяли зашкварную. Ну, может, смешной даже там, не знаю. Надо подумать. Зашкварную, блядь. Наверное, таких мало было, ситуация зашкварную историю. Роспиры с флолами связанные. Вообще, блядь, надо даже... Самая, наверное, такая стрёмная ситуация, на которую мне стыдно. Это в Академии, опять же, в Сатурне. Мы играли с Орехозуевым, с второй лигой. Товарищеская игра была, предсезонка. Я после травмы со спины долго мучился. И я должен был второй тайм играть. А так как у нас не было там боковых, то ли не приехали, то ли опоздали, никому не суть важна. Меня поставили боковым. И был такой момент, что нападающий с Орехова убегает из-за спины. То есть я поднимаю овсай, ко мне подходит тренер, ну, как бы он рядом стоял, Орехозуева. И, как говорится, матами давать, типа, еще раз ты сыснешь, там, поднимешь. Тебе, ну, а я что-то на взводе, молодой, горячий. Ну, и что-то без вопросов ему шлепнул. И меня потом долго очень мучили. В смысле что? Слева, с размаху, колхозный, закинуло ему и все. Вот. И мне потом было немножко стыдно. Потому что, во-первых, после того, как я ему ударил, вся команда сбежала. И моя, и Орехова. И я думал, сейчас мне все, просто, затопчет. Кого мне там, 18 лет, 18. И такие дядьки бегут куда-то. Вот. И меня потом очень долго вызывали, дилекторы, там, родители тоже. Просили, что прилетели. Ну, в итоге, когда я объяснил, почему я это сделал, меня отпустили. Вот. А с тем тренером, конечно, я хоть и извинился, но все равно неудобно. За то, что неуважение к старшим проявил. Но и в то же время он тоже был виноват. Потому что не проявил уважения ко мне. В принципе, как старший. Ну, какого-то старшего. Хорошо. Четвертый вопрос. Есть ли у тебя какая-нибудь неприязнь к какому-то клубу? Например, там, может быть, из ПФЛ, из ФНЛ. То есть, если бы они тебе предложили контракт, никто бы туда не перешел. И не считает. Ну, ты сказал, что динамы ты можешь перейти, будут хорошие условия. Да блин, да это... Ну, любой игрок может перейти в любой клуб. Вообще, даже, например, так же, как у меня было в жизни, если я могу кому-то там первое время, даже это может быть год, какую-то неприязнь относить, я все со временем, может быть, могу с ним подружиться. У меня очень много было таких ситуаций, когда я кому-то там испытывал какое-то отвращение, но со временем, так как мы там жили, можно сказать, на одной стороне, дружились. Поэтому здесь то же самое может быть и с клубом. Ну, я думаю, поперспективнее, чем темпная работа, только красава. Там там интереснее тоже вроде какие-то задачи ставятся. Да и, в принципе, клубы, которые заявляются, они должны ставить себе какую-то задачу, не просто существовать. То есть, я понимаю, там в каждого клуба стоят задачи. У нас, наша голова поставила нам выход. То есть, у кого-то там другие задачи, например, носа та же. У них там продажа молодых верков, то есть, они об этом открыто заявляют. И у них есть, по сути, какая-то цель. А остальные клубы, которые существуют, просто так и играют ни за что, ну, непонятно. Вот. И очень много, я думаю, что в нашем мире решают агент. Что очень плохо, что мало скаутов отслеживают. В принципе, по Сибири, просто взять сборную там России, там 8 человек, или сколько-то здесь в Сибири. Вот. А в Сибири футбол пока, ну, стаба продвигается. Ну, так. Хорошо. Быстро! Быстро! Спасибо! 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 Пятый вопрос. Ты отыграл, ну, весь сезон. Был в команде «Темпо», именно в чемпионском. Был внутри команды. Назови трех игроков, слабых, по твоему мнению. Не, ну, это неэтично. Да так же, как говорите, там, не знаю, три худших тренера, или там, худший судья, это неэтично, во-первых, с моей стороны, но я не буду. Хорошо, тогда трех лучших. Ну, с кем мне комфортно? Да, да, конечно, ну, давай, первое, наверное, это покрой, потому что из инстаграма нарезок он больше всего в передаче было, то есть он, ну, вот, второй, наверное, два. Вот, и, 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 на самом деле, бы выбрал больше. Давай пять. Давай пять. Ну, давай, тогда Тараса, Белика и Жеку Цык. Все, хорошо. Рус, спасибо тебе большое. Ну, и теперь ты победил серий фенальти. С тебя наказано? Не надо никаких наказаний. И так уже с двух до одного уже пустил. Кого? Ну, раньше, кто выиграл серию пенальти, например, если гость не ходил, то он два наказания придумал. То есть, как вы, выдерживаете эти наказания? Ну, некоторые легкие, кто-то вообще это как-то так уделяет. Ну, давай, у меня малыши скоро начинают в футбол играть, лучше, находитесь, надо играть, глядешь с ними, что просто играть. Все, хорошо. Все, поэтому... Все. Традиционный теперь вопрос, который не относится к другим. Кого-то людей. Позвать. Да. Когда-то ему не надо. Давай, Белика? Угу. Давай. Ну, Денис, я не знаю, из-под пройдет, мне интересно. Давай его, посмотрим. И третьего. Кого еще не было? Ну, ты скажи, я скажу. Сейчас выберем, потому что не так-то просто. Ну, Сулу, пусть побалдеешься. Сулу, это, наша называлась. Когда не надо, ну, на гуся, да-да. Все хорошо. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на Руслана в Инстаграме, на его ТикТок. Да не ТикТок, не ТикТок, сколько можешь повторять. В Инститии все происходит. Ну, в Инститии, но в ТикТоке тоже идет. Мне в ТикТоке вообще ничего не идет, на самом деле. Я там просто порой видео резодотировал. Ну, тогда в Инстаграме обязательно. С вами был Андрей и Руслан Леонов. До новых встреч, друзья, всем. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok